Ирина Павловна Искоростенская Добрый день, Ирина Павловна! Свой разговор хочу начать с цитаты древнеиндийской книги «Натья Шастры». Эта книга – определенный свод законов для музыкантов, вокалистов и в большей степени танцоров. «Нет знания науки искусства, даже йоги или какого-либо движения, действия, которое бы вы не смогли найти в танце?» На Ваш взгляд, насколько сложное искусство придумали индийцы? И правда ли танец состоит из таких наук, как геометрия, математика, языкознание? Добрый день! Да, это совершенно верно. Индийский классический танец – очень комплексное искусство. И в Индии до сих пор спорят, искусство или наука. То есть поскольку действительно это искусство, я буду говорить об искусстве, включает очень много аспектов, таких как, например, ну прежде всего философия, религия, движение, понятно, актерское мастерство, музыка, математика, геометрия, геометрия линий движения, необходимо понимать. Очень сложная структура музыкальная, ритмическая. То есть приходится очень много считать и складывать, вычислять. То есть это тоже присутствует. Можно понимать структуру математическую танца. Она очень сильна, это сильный аспект в танцевальном искусстве. Фонд, который вы организовали, он направлен на изучение и популяризацию индийской культуры. Но фонд некоммерческий, то есть насколько он интересен вам, то есть на чем вы зарабатываете, если это некоммерческая организация? И каких людей этот фонд объединяет? Ну, прежде всего, я хотела бы похвастаться нашему фонду. В этом году исполняется 16 лет, возраст для человека совсем юный, для организации достаточно уже большой. И наш фонд является единственным творческим объединением в России профессиональных танцоров. Фонд в 2008 году был принят в концертный состав Индийского государственного комитета по культурным связям, ICCR, в Дели. Надо сказать, что это единственная группа иностранная, которая сейчас в концертном составе комитета. И как вообще он основался? У нас не было возможности элементарно снять зал для выступлений. Поэтому мы решили зарегистрировать организацию, конечно же, некоммерческую. Для нас бизнес тогда был вторичен. И действительно, мы не могли много зарабатывать этим, потому что мы только начинали. Мы горели искусством, горели самим танцем. И, в общем, таким образом фонд был основан. В дальнейшем он стал очень сильно расширяться. К нам стали присоединяться вновь приехавшие студенты. Сегодня, например, фонд насчитывает больше 200 студентов и 18 дипломированных педагогов-исполнителей-хореографов. То есть это большое количество. Ирина Павловна, как помогает правительство Индии желающим получить образование в Индии? И какое в этом принимает участие ваш фонд? Ну, прежде всего, хочу сказать и поблагодарить, наверное, правительство Индии за то, что ежегодно выделяются большие суммы для стипендий как раз с целью обучения иностранных студентов. В данном случае мы говорим о россиянах. В Индии в различных учебных заведениях, танцевальных, музыкальных. Также едут учиться йоге. И, кстати говоря, недавно появились студенты, которые едут учиться аюрведе, то есть не только танцу. И как раз вот ICCR, Индийский комитет по культурным связям, ежегодно проводит комиссию по отбору стипендиатов. Фонд рекомендует, рекомендует наиболее талантливых студентов своих или тех, которые приезжают из регионов. Они, кстати говоря, часто участвуют в наших мастер-классах. Таким образом мы знакомимся с их талантом. Фонд является единственным, как мы уже говорили, объединением, таким крупным и давно существующим. Поэтому, допустим, Индийский культурный центр при посольстве Индии, через который все это проходит, они очень часто спрашивают у нас совет, стоит ли посылать того или иного. Все те студенты, которых мы рекомендовали, многие учатся, многие уже закончили, преподают в России и за рубежом. Очень успешно. Недавно я был в гостях в Челябинской филармонии. На них возложена почетная обязанность готовить культурную программу для встречи глав государств, участниц БРИКС. Будет саммит в 2020 году. Что интересно, что для ЮАР, для делегаций из Китая, делегаций из Бразилии, им будут представлять народные танцы. Но почему-то было рекомендовано для делегаций из Индии показывать танцы из фильмов. Но потом, правда, они это все переиграли. У меня вопрос. То есть это какая-то такая тенденция сейчас возникает, что ли? Попсовость культуры выводят на первый план. Как вы к этому относитесь? Я сожалею о том, что именно классика сейчас не так поддерживается, как эстрадное направление музыкальное и танцевальное. Наверное, потому что это пользуется большим спросом. На это не нужно затрачивать большую физическую энергию или умственную. Через неделю буквально ты можешь выйти на сцену и прекрасно танцевать, двигаться. Для того, чтобы хотя бы не профессионально, а на хорошем уровне представить классику, человек должен затратить хотя бы год на подготовку маленького концертного номера. То есть освоить базу и потом как балет, как любая хореография классическая. Из-за того, что официально сейчас это направление тоже поддерживается, потому что пользуется большой популярностью, вот это направление Болливуд является, наверное, сейчас некой визитной карточкой. Но что я хочу заметить, те танцоры профессиональные, которые приезжают из Индии, индийцы, они, если 10 лет назад это было просто неприемлемо на территории культурного центра при посольстве Индии преподавать Болливуд, считалось, что это направление возможно исполнять только на дискотеках, на вечеринках, но никак не на сцене. То есть сейчас эти танцоры приезжают, и они вынуждены преподавать Болливуд, потому что только Болливудом вы соберете толпу студентов. В Индии любой классический исполнитель посчитает ниже своего достоинства преподавать Болливуд. То есть в Индии существует некая элита, элита творческая, которая очень-очень печется о сохранении вот этой вот традиции классической, и они никоим образом не хотят смешиваться с эстрадным направлением. То есть некая такая дистанция существует. Вы закончили хореографический вуз в Индии. Как вы туда попали? С какими сложностями сталкивается русский человек, когда попадает в другую культуру, в другую страну, ну, грубо говоря, на другую планету? Я с труппой танцоров и музыкантов оказалась в одном городе в одно время с труппой Калакшетры, театральной труппой. Я познакомилась с директором, спросила, возможно ли. Я набралась смелости, подошла к нему и спросила, возможно ли вообще иностранцам учиться у вас. Он сказал, мы будем счастливы видеть студентку из России в наших стенах. Вы знаете, Индия – это жаркая страна, особенно Тамил-Наду, Чинай, Юг Индии. Температура поднималась более 40 градусов выше нуля, и в классе не было ни кондиционера, ни вентиляторов. Для нас это был смертельный номер, конечно же, но мы все выжили и таким образом приобрели, наверное, выносливость и силу. Безумие было, например, видеть летающих огромных тараканов, для меня, по крайней мере, и цокающих ящериц, которые бегали по стенам твоей квартиры. Первый год для меня был страшным, конечно. Но на самом деле, когда ты все это вспоминаешь и понимаешь, насколько ты был окрылен и наполнен желанием учиться, ты наконец-то приехал и можешь погрузиться в то, о чем ты мечтал всю сознательную жизнь, конечно, все эти проблемы, они уходили в сторону. Мы с вами начали разговор с того, что индийское искусство, оно очень сложное. Мы говорили о том, что вбирает в себя, впитывает большое количество наук, математика, геометрия и так далее. Но я знаю, что прежде чем изучать, допустим, тот же индийский танец, студенты изучают определенный язык жестов, если можно его сравнить с языком слабослышащих. То есть мы можем поставить знак «равно» между вот этими двумя понятиями? Наверное, не совсем «равно», но мне кажется, что очень многие жесты были позаимствованы из именно этого языка жестов. Потому что я очень часто смотрю, специально смотрю, мне интересно, я смотрю новости с сурдопереводом. И когда приглядываешься, ты видишь колоссальное количество жестов, которые мы используем в индийском классическом танце. Действительно, он настолько богат. Этим языком можно выразить любой аспект человеческой жизни, даже какие-то абстрактные вещи. И я думаю, что именно основатели вот этого языка, они взяли существующие уже более двух тысяч лет жесты, язык, и, наверное, каким-то образом использовали в настоящем, в современном языке для глухонемых. А можете, например, перевести на танцевальный язык, допустим, Пушкина, письмо Татьяны Лариной? Давайте попробуем, только не спешите. Я к вам пишу. К вам. Чего же боли? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю. Я знаю. Вашей воле. Вашей воле. Меня презрением. Меня. Наказать. Презрением. Наказать. Интересно. Несколько раз я видел, как русские танцы исполняли, допустим, студенты из африканских стран или откуда-то из Азии. И это у меня, допустим, вызывало некое чувство умиления. А как вас воспринимают в Индию, то есть когда вы приезжаете и показываете их искусство? Индийцы невероятно трогательно относятся, трепетно относятся к любым иностранцам, которые проявляют глубокий интерес к их искусству, поскольку они сами являются такими ярыми хранителями этой традиции. Поэтому кроме умиления, как вы говорите, и трепета они ничего больше не испытывают. Им достаточно сказать даже несколько слов на их языке, и они готовы с вами уже совершенно открыто общаться и доверять вам. То есть, конечно же, они восхищены, восхищены этим интересом, проявленным к их культурному наследию. Ирина Павловна, вот у вашего фонда есть какая-то статистика, сколько примерно танцующего индийские танцы населения у нас в России живет? Ну, я уверена могу сказать, что в каждом городе, в каждом российском городе существует как минимум два-три коллектива, которые занимаются либо народным, либо эстрадным, либо классическим танцем. Музыкой реже, конечно, но танцем точно совершенно. И если взять все города России и умножить на количество вот этих двух-трех, как минимум, групп от 20 человек, то получится, я думаю, что большое, очень большое количество. Мне кажется, это чисто личная любовь, может быть, к искусству. Может быть, действительно, красок, чувств, потому что индийская культура, она очень чувственная и очень красочная, очень выразительная. Наверное, вот именно эта красота, которая привлекает тех, кто занимается искусством. Спасибо большое, Ирина Павловна, за замечательную беседу о таком великом глубоком искусстве. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok